Приветствую, дорогие друзья, портал Экзегет вместе с вами. Отвечаем на ваши вопросы. Что должен делать православный человек, когда слышит мат? Ну, если речь идет о сквернословии где-то просто на улице, мимо нас проходят люди, ну, про себя помолиться, чтобы эта скверна не вошла внутрь нас. Но если речь заходит про наших близких, которые при нас ругаются матом, то я думаю, что в первую очередь нужно подумать о собственном благочестии. Знаете, бывают такие люди благочестивые, что в их присутствии все замолкают. Настолько к ним такое уважение и почет. И если нас вот так не уважают, что при нас могут ругаться матом, а мы говорим там, делаем замечание, пожалуйста, не ругайся матом, а нас не слушают, то подумайте, почему нас не уважают. Не получается ли так, что мы просим человека вести себя прилично, а может быть в других вопросах сами себя тоже ведем неприлично. Но хочу заметить, что апостол Иаков, когда пишет, что а язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда, им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человека в сотворенном подобии Божию, из тех же уст исходит благословение и проклятие, не должно, братья мои, сему так быть. Что когда апостол Иаков это пишет, он не пишет только про мат, про сквернословие, он в принципе говорит про любое злословие. Поэтому, знаете, как бывает, мы просим человека, не ругайся, пожалуйста, матом, но при этом сами культурно, не используя нецензурные брани, но при этом тоже злословие. Так что вот если мы будем добрые, а добрый человек, у него будут только добрые слова, у него будет доброе отношение к людям. И если он правда с любовью к человеку, будучи добрыми, попросим его, пожалуйста, не ругайся матом, то скорее всего нас послушают. Но если окажется так, что мы добрые, и правда с добром и с любовью, братьясь к человеку, он нас не послушает, ну тогда опять же апостол Павел нам дает совет. Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Предположим, ваш брат ругается матом, вы его любите, с добро попросили, пожалуйста, мне так интересно с тобой разговаривать, но ты ругаешься матом, мне это очень неприятно. Но он все равно продолжает ругаться матом. Ну спокойненько встали из-за стола, тихонечко вышли и пошли молиться за этого брата. А если он к вам подойдет, так и скажите, ну просто мне очень тяжело слушать, я за тебя так сильно переживаю, давай или ты не будешь ругаться матом, или нам придется на время прекратить общение. Я думаю, что человек, если увидит такие переживания за его душу, он, наверное, или изменится, или не будет с вами общаться. Но подчеркиваю, что сквернословие — это не единственный грех, который относится к злословию. Очень часто люди злословят, не используя нецензурную брань. Это так же плохо, как и сквернословие. Помоги Господь. Продолжение следует... Продолжение следует...